Добрый вечер всем! Игра сложилась для нас очень тяжело. Черноморец доставил нас... Доставил нам много проблем, скажем так, при фазе выхода из обороны. Тому есть объективные причины. У нас пропускало два ведущих игрока. Кольцо в Ямполь. Естественно, в центральной зоне, если пропускают два ведущих игрока, которые ведут игру, пришлось, скажем так, латать дыры. Переводить Романова с фланга в серединку. Шершня. Ставить тоже на непривычную позицию, скажем так, в номер 6. Ну и все-таки дало о себе знать, что нехватка игрового опыта в этих позициях чуть-чуть нарушились наши игровые связи. Поэтому мы сегодня выглядели несвойственно нам. И тому рисунок такой игры, что Черноморец был больше на мяче, было больше моментов. Но я рад, что наши ребята выстояли эту игру, выстояли, сражались. По такой плохой игре мы увозим отсюда очки. Был мужской разговор обыкновенный, то есть после игры с теми людьми, которые чуть-чуть не выполнили те функции, скажем так, игроки, которые выходили на замену. Был кусочек, где мы контролировали игру в связи с простыми ошибками. Мы потеряли контроль над игрой и в концовке отдали полностью инициативу Черноморцу. Поэтому был серьезный разговор. Мы анализировали игру Черноморца, и у вас очень хорошая команда. Судя по людям, фамилиям, это все игроки бывшей из высшей лиги. Прошли очень серьезную школу. Поэтому мы не ехали сюда на прогулку. Мы знали, что мы попадем под хороший пресс, грамотную команду, которая организована. Просто в каких-то ситуациях, может быть, есть доля невезения, или я не знаю, в чем причины, пускай они разбираются сами. Но Черноморец, я скажу, незаслуженно находится на том месте, где он находится. По сегодняшней игре, это хорошая организованная команда, которую очень тяжело играть против нее. Поэтому вот так. Мы рады того, что у нас возвращаются два наших ведущих игрока, Ямполь и Кольцов, которые пропускали из-за желтых-красных карточек. Поэтому мы выйдем в боевом составе, все вернутся на свои места. И я думаю, что дома будет совсем другая игра, нежели здесь дома, на выезде. По сегодняшней игре, реально, я не буду лукавить, мы сегодня довольны, что мы увозим очки сюда. По сегодняшней игре. Зачем нам обманывать кого-то, что мы там... Да, мы играли плохо сегодня. Но мы увозим с выезда, привозим очко. Это тоже дорого. Вот такие игры тоже нужно уметь играть. Когда тяжело, когда команда тебя полоскает, и ты находишь в себе силы, добегаешь и пластаешься, как лев. И я рад за пацанов, что да, у меня есть проблемы по рисунку, по игре, по структуре игры, по содержанию. У меня есть претензии, огромные претензии. Но я понимаю, что некоторые игры бывают, что надо на жилах вытягивать. И это качество. Мы сегодня проявили. Готовились к команде. Хорошая команда. Высокое место занимает, набирает свои очки. Неплохо играли. Именно начало атак у них было хорошее. Поэтому игру построили на плотном накрывании на их половине, чтобы заставить их играть несвойственный им длинный пас. Моментами получалось, моментами нет. Но, в принципе, старались построить игру первым номером. Сами тоже исключали выходы через длинный пас. В основном контролировали. Была задача их как можно дольше раскатывать. И в свободные зоны, затем, за счет длинных переворотов, проникающих передач, вскрывать фланги и выходить на ударные позиции. В принципе, второй тайм более конструктивный был. Создали много моментов, но, опять же, подводит реализация этих моментов. Редактор субтитров А.Семкин